Итак, коллеги, всем доброе утро, с вами Китфинанс Брокер, меня зовут Дмитрий Шагардин, я представляю ваше внимание наш традиционный утренний видеобрифинг Эспресс за 20 минут до открытия торгов в Москве. Сегодня мы обсуждаем текущую ситуацию на глобальных финансовых рынках и формируем наши ожидания и представления перед открытием торгов в Москве. Напоминаю, что с расписанием всех наших мероприятий можете ознакомиться на сайте broker.kf.ru, записи видеобрифингов, как всегда, вы можете найти на канале нашем на YouTube, youtube.com.broker.kf. Сейчас будем перемещаться к рабочему столу. Терминал Bloomberg, напомню, что вы можете использовать вкладку чат и сессию вопрос-ответы для того, чтобы оставить какие-либо комментарии, задать интересующие вас вопросы. В общем, не стесняйтесь, задавайте, все вижу, на все отвечу. Итак, ситуация на российском рынке, я думаю, всем прекрасно известно. И без меня феерическое падение акций системы Башнефти и МТС. Вчера случилось на, собственно, аресте господина Евтушенкова. Событие достаточно знаковое для российского рынка, на мой взгляд, это, наверное, самое важное событие сейчас на российском рынке, который, в принципе, может интересовать игроков на этом самом рынке. Ну, мой комментарий, собственно, по этой ситуации, я не думаю, что это, безусловно, ЮКОС номер 2, совершенно иная ситуация. Здесь идет вопрос не по линии политики бизнеса, а только лишь по линии бизнеса. Так что, я думаю, что, скорее, сценарий пойдет по ТНК-БП, то есть, будет оценена Башнефть по какой-либо стоимости. Это самый главный сейчас вопрос, по какой стоимости она будет оценена. И, собственно, на мой взгляд, она будет в дальнейшем продана. Понятно, кому. Вопрос цены. Вопрос цены. И, еще раз повторю, здесь никакой политики и с ЮКОСом никакого смысла проводить аналогии нет. Тем не менее, в условиях разрушенного инвестиционного климата такая вот нехорошая ситуация. Такая вот нехорошая ситуация ни к чему хорошему, опять-таки, не приведет. Извините за тавтологию. Но, в общем, будем следить за ситуацией. Так, мне пишут мои уважаемые слушатели, что есть некоторые вопросы по поводу звука. Сейчас я попробую что-нибудь поправить. Что у меня тут случилось со звуком, мне не очень понятно пока. Ну, вроде пока. Пока давайте как есть. Если уж совсем будет звук не очень хороший сегодня, не знаю, какие-то настройки у меня позабились, видимо, то в записи видеобрифинг посмотрите. Там звук в записи будет нормальным. Вот. Итак, американские рынки вчера завершили день около нулевых отметок. Вчера состоялось заседание Федеральной резервной системы США, точнее, окончание двухдневного заседания. Заседание закончилось стейтментом, как всегда, да, текстовым документом, в котором мы все-таки увидели слово considerable period after, то есть длительный период после завершения программы QE. И здесь речь идет о полупроцентной ставке, и ФРС отметил, что процентные ставки еще длительное время, вот этот самый considerable time после завершения программы QE будут сохраняться на низком уровне. Это, наверное, самое важное, что мы увидели сами в отчете. Кроме стейтмента, ФРС вчера еще опубликовал отдельную записку, в котором коротко описал план по нормализации по этике процентных ставок. Кому интересно, на сайте federalreserve.gov есть публикация этого документа. Ну, собственно, я там нового ничего не увидел, на самом деле. Все эти операции по нормализации процентных ставок, они, в общем-то, известны, и здесь все достаточно понятно и ясно. Вот. Соответственно, ничего интересного, ничего такого сверхъестественного нового мы не услышали вчера, поэтому реакция рынка в моменте вроде как бы была на фразу considerable time. Рынки отреагировали небольшим ростом, но потом откатились, собственно, и ничего интересного так-то не произошло, по большому счету. Вот. Сама программа количественного смещения будет завершена на следующем заседании ФИД резерва. Оно состоится 28-29 октября. Заседание будет, уже пройдет без выступления Джанет Йеллен. Такое проходное мероприятие у нас обычно в октябре бывает. В ноябре, я напомню, заседание у нас не намечается, и большое заседание случится у нас лишь в декабре. Поэтому, по сути, осталось еще два заседания ФРС. Одно из них проходное, второе в декабре, как всегда, интересное. Так что, пока все в старом ключе продолжается, ничего нового не услышали. Будем, как говорится, двигаться дальше. Бразильская БСП вчера завершила день около нулевых отметок, тоже без какой-либо внятной динамики. Европейские рынки вчера в целом торговались на положительной территории. Сводный индекс с 50 крупнейших европейских компаний вырос на половину процента. Лучше всего себя чувствовали итальянцы и испанцы. Проценты, полтора процента каждый, соответственно, прибавили. Если я не ошибаюсь, сегодня, 18-го числа, 18-го сентября, Европейский Центральный Банк начинает программу ТЛТРО, то есть предоставление ликвидности банкам через кредиты под низкий процент. Я напомню, что ЕЦБ у нас не имеет права выкупать активы на свой баланс. Имеется в виду государственные облигации. И в целом системы финансовые в США и в еврозоне отличаются. И в отличие от ФРС, ЕЦБ, в отличие от ФРС, в США в еврозоне, естественно, ключевую роль в экономике играют банки. И банки, в банках сейчас европейских идет полноценный деливеринг, что называемый, сокращаются активы, сокращается объем кредитования нефинансового сектора. Поэтому для того, чтобы как-то поддержать экономику и не дать ей скатиться в дефляцию, ЕЦБ как-то помогает банкам через предоставление им дешевого фондирования, через кредиты. Вот одна из таких операций сегодня и начнется. Поэтому события интересные, знаковые. Ну, на самом деле, в еврозоне все очень грустно. Те меры, которые предпринял ЕЦБ и те меры, которые озвучил ЕЦБ в рамках последнего заседания, безусловно, в очень ограниченной степени помогут еврозоне. И для того, чтобы действительно попытаться выбраться из той дефляции, в которую скатывается этот регион, надо идти по тому пути, которому шел ФРС. То есть преодолеть вот эти все политические разногласия и дать ЕЦБ возможность выкупать напрямую облигации, гособлигации на свой баланс. Каким образом все это будет сделано и как все 18 стран еврозоны договорятся о таком поведении ЕЦБ остается очень большим вопросом. Но это неизбежно, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, для того, чтобы там, условно, евро сходил на 1.20 против доллара, нужен действительно полномасштабный выкуп гособлигаций на баланс ФРС. Ну, там программа КУЕ, такая полноценная, да, в размере там 1-2 триллиона евро. Ну, посмотрим. Российский рынок вчера, как я уже сказал, очень негативно отреагировал в целом на ситуацию вокруг башнефти и АФК-системы. Индекс РТС вчера упал на 1%, индекс МВБ упал на 2%. То есть, в принципе, видно, что на вот этих внутренних событиях российский рынок вчера падал. Хотя внешний фон был достаточно позитивным, достаточно таким ровным, спокойным, оптимистичным. Сегодня утром на азиатской сессии японский Nikkei подрастает на процент и три десятых. Отдельно хочу сказать про японскую иену. Это наша такая долгосрочная идея. Я о ней очень много всегда говорю. И говорил в прошлом году еще тем, кто там следил за моим живым журналом, за моими публикациями, там, идеями. То долгосрочная тема в иене, она живет. Вот, собственно, динамика курса доллар и иена с 2012 года. В 2012 году пришел Абе на пост премьер-министра Японии. Новую политику завел, задумал. В него поверило население, поверило правительство. Господин Куродов стал во главу Центрального банка Японии. Они начали, собственно, проводить политику рефляционную, расширять баланс Банка Японии. Потому что, в принципе, ничего другого в текущей ситуации сделать нельзя. Текущая ситуация, собственно, характеризуется чем? Это дефляция, это делевереж, который еще с конца 80-х годов наблюдается в японской экономике. Это стареющее население, это сверхзабережение. И это дорогая валюта. Единственный способ сейчас исправить ситуацию в японской экономике – удешевить курс национальной валюты. И для этого сейчас все делается. Вот вы видите, что с момента прихода господина Абе к рулю японской экономики курс национальной валюты против американского доллара уже ослабел на 40%. И это лишь только начало, на мой взгляд. В принципе, отметка в 120 долларов за иен, я думаю, это первый тот рубеж, на котором, возможно, у нас будет какая-то остановка. Но, тем не менее, собственно, в 2014 году был один тут негативный, очень серьезный момент. Вы все, думаю, прекрасно знаете, был введен так называемый налог с продаж в Японии. Это очень сильно ударило по уровню потребителям, по уровню розничных продаж и так далее, так далее, так далее. Там, собственно, такой очень негативный эффект был на экономику. Но важно понимать, что налог с продаж в японской экономике был, собственно, принят еще предыдущим руководством страны до Куроды. Вот, поэтому в ответ на негативный эффект от увеличения налога с продаж, японский ЦБ планирует расширить программу выкупа активов еще больше. И, соответственно, сделать все для того, чтобы действительно курс японской иены пошел еще ниже против американского доллара. Поэтому идея жива. Мы на ней сейчас активно играем. Я об этом тоже очень давно говорю. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, в японской иене идея, наверное, одна из таких вот самых интересных в текущий момент в целом. Да, вот, потому что, ну, действительно, идей, мне кажется, не так много сейчас на глобальных рынках. Ну, японская иена нам больше всего нравится. И мы в эту тему благополучно играем. И все пока получается. Ну, тут три раза постучу. Ну, как есть, так и есть, да. Здесь все-таки не, как говорится, на шару. Идея фундаментально подтверждена. И, собственно, за этой идеей стоит достаточно серьезная работа по анализу ситуации и пониманию вообще всей ситуации в японской экономике. Далее, соответственно, Гонконг теряет процент. Материковый Китай плюс 0,2%. Южная Корея минус 0,7%, Индия плюс 0,1%, Австралия плюс 0,2%. Ну, в целом настроения на азиатской сессии сегодня достаточно спокойные. Даже преобладает некого рода позитив. Фьючерсы на американские индексы торгуются с повышением. Декабетские контракты на S&P прибавляют 0,05%. Положительная динамика наблюдается в сентябрьских контрактах на британских FTSE 100, которые подрастают на 0,16%. На валютном рынке ситуация выглядит не самым радужным образом. Российский рубль на индикативной сессии теряет половину процента. Текущая котировка 38,56,70. Ну, собственно, это, наверное, тот фактор, который сегодня будет давить на российский рынок с самого его утра. Так-то в целом наблюдаем сегодня все-таки некоторый спрос на американскую валюту. И спрос на рискованные валюты достаточно низкий. Также российскому рынку сегодня на открытии может помешать негативная динамика в ценах на нефть. 98,37 текущая котировка нефти марки Brent. 0,6% потери с начала сегодняшнего дня. Так что, в общем, тут нехорошо. Так что туда с рынка коммодити не очень хорошие новости пришли. Золото 1220 долларов за тройскую функцию. Здесь в целом подтверждаются все наши ожидания, о которых мы с вами тоже очень много говорили. Говорили, говорили. И золото продолжает снижаться. С начала этого года золото уже ушло. Так, ER Today давайте посмотрим. Золото уже практически полностью растеряло свой потенциал. Плюс 2% всего лишь с начала года. И достаточно хорошая коррекция у нас случилась вчера вечером и после заседания ФРС. Еще раз повторю главную мысль в золоте. Когда экономика оперирует в режиме положительных реальных процентных ставок. То есть, когда доходность условно по десятилетним триджерям превышает уровень инфляции. То есть, когда финансовые активы генерят положительный денежный поток. Никакого смысла держать металл, который не генерирует денежного потока. Смысла нет. Вот сейчас, с 2011 года в американской экономике как раз сложилась такая ситуация, когда финансовые активы генерят положительный денежный поток. Но я в первую очередь говорю про американские трежерис. Американские трежерис. Естественно, управляющие будут держать деньги в том инструменте, который приносит деньги. А не за хранение, которое надо платить деньги. И которое не генерирует денежного потока. Ситуация стабильной низкой инфляции, которую мы сейчас наблюдаем в глобальной инфляции, экономики, ни в коем разе не является хорошей средой для золота. То есть, надо понимать, что мир действительно оперирует в рамках такого дефляционной среды. То есть, темпы роста инфляции достаточно низкие. Но это не полноценная дефляция. Гиперинфляции никакой не будет у нас на ближайший год-два. Поэтому вкладываться в золото, но смысла я вообще никакого не вижу. Об этом тоже много говорю вам. И по этому поводу брифинг отдельно проводил на прошлой неделе. Кому интересно, у нас на YouTube все это есть. Я там все подробно описал всю ситуацию в золоте. О том, почему этот актив не является привлекательным. Более того, если ФРС у нас действительно уже заканчивает программу выкупа активов. И возможно в декабре уже начнет формировать ожидания рынка по поводу повышения процентных ставок. То на фоне низкой инфляции реальные процентные ставки еще пойдут выше. То есть, доходность трижерей чуть-чуть повысится. То это будет еще одним ударом для цен на золото. Я ни в коем случае не исключаю того, что мы в перспективе увидим золото на отметке 1100 долларов за тройскую функцию. И я думаю, что все это нас вполне ждет еще впереди. Поэтому с точки зрения риск-доходность вкладываться долгосрочно пока в золото смысла никакого нет. Ну, я говорю про перспективу одного-двух лет. В общем, надо здесь быть очень-очень аккуратным. И напоследок экономический календарь на сегодняшний день. У нас остается минута открытия торгов в Москве. На самом деле, больших новостей каких-то сегодня опубликоваться не будет. Лишь вечером мы увидим с вами традиционную статистику по заявкам на получение пособий по безработице. В 16.30 Банк России опубликует в 15.00 данные по золото-валютным резервам нашей страны. Данные по началу новых продаж новых домов будут опубликованы в 4.30. И, собственно, да, в общем-то все. На сегодняшний день календарик пустой. Будем следить за ситуацией, смотреть за рынками, торговать эти самые рынки. Сегодня открывается торговая сессия на московской фондовой бирже. Всем пожелаю удачных торгов. Все-таки думаю, что пока негатив будет на российском рынке преобладать. Пока, собственно, не вижу я каких-то прямых таких мощных стимулов для какого-то бурного роста российского рынка. Но пока сохраняю все-таки осторожность очень при инвестициях в российский рынок. Думаю, что, еще раз повторюсь, думаю, что в октябре, в ноябре и в целом на глобальных рынках случится хорошая коррекция, которую мы благополучно, думаю, выкупим. Там же и российский рынок я планирую покупать с прицелом до конца года. Вот такие ожидания. На этом буду прощаться с вами. Всем спасибо за внимание, кто остался с нами до конца. Вопросы в чате, ну да, там по звуку были. Ну, в общем, все. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Завтра мой коллега Андрей Архипов будет вести видеобрифинг, а мы с вами уже встретимся со мной лично, встретимся в понедельник. Всем до свидания и до новых встреч.